Конституция нашей страны и закон об образовании гарантируют бесплатное получение среднего образования, но получить его по закону можно не только в школе, но и в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Они тоже дают аттестаты. Выбор за ребенком и его родителями. Если нацелены на ВУЗ, то, наверное, есть смысл остаться в школе. Если нацелены на профессиональное образование, то, наверное, нужно действительно идти в учреждение профессионального образования. Хотя выбор все-таки остается за родителем. Если родитель выбирает школу, то он пишет заявление в 10 класс и продолжает обучение в данном образовательном учреждении. Специалисты Департамента образования советуют строить траекторию получения общего образования, исходя из интересов и способностей девятиклассника. Девятому классу тоже достаточно взрослый человек, у которого какие-то профессиональные самоопределения, хотя бы направления уже должны быть понятны. Если вы считаете, что ваш ребенок сейчас должен учиться в этой школе, и вы понимаете дальше его траекторию, то числи действительно не могут определять выбор все-таки за родителем. Он пишет заявление в 10 класс и продолжает обучение в данном образовательном учреждении. Если вопрос о переводе в 10 класс администрации школы не решается, чтобы отстоять права ребенка, родители могут обратиться к специалистам Департамента образования.